День автомеханика, как я увижу я Ну, почти Чуть не разложились, приехали Прекрасный Lada Largus Нахватил немножко пиццы Здесь как будто маркером накрасили Вот так, здесь вот Я думаю, что на этом все Передний левый подшипник разрушился Насрали, конечно Ну, что это за порноха? Как-то вот не пошел ремонт Без обеда тоже никуда Инструкцию изучил День был, если честно, не очень Работа была так себе Но все равно всем спасибо, кто досмотрел Ух уж, прекрасный этот хруст снега Ранним утром Так, на часах у нас сегодня весна Пятое число, пятое марта По планам у нас сегодня записать День автомеханика Как я увижу я Спросите, зачем? Наверное, я отвечу потому, что захотелось В общем, план такой записать Насколько это возможно Мой день Как это будет выглядеть Посмотреть со стороны Будет ли это интересно Так что Смотрите Оценивайте На работе у меня ждет пару дел Оставленных со вчера Приду, покажу В чем была сложность Как я ее выполнил Пробую запечатлеть Стальной день Итак, вот она Парковочка Корчи О, спасибо Да, этого не хватало Сегодня мы отправляемся На Nissan Skyline R32 Ну, слушайте Даже с первого раза Почти Я работаю в компании Чудный Евроавто Работаю я, в общем Практически два года Наверное, уже До этого я работал 10 лет на дилере Peugeot Citroen Поэтому сейчас мы Отправляемся на работу Nissan мы Прогреваем И едем Ну, на чем же еще ехать Кроме как на Nissan Ну, это же погода Прям создана для него О, чуть не разложились Главное не ссать Знаете Едем дальше Приехали Вот, кстати Как он выглядит При земном освещении Около сток Подвеска не сток Гидроручник Пеханика Заварка Ржавые арки Все как положено В общем О нем мы потом Возможно расскажем Когда-нибудь Может быть Итак Вот этот прекрасный Lada Largus Который и остался вчера Здесь мы меняем Значит, ГРМ Соответственно Для того, чтобы Поменять Сальник Каленвала Который течет Здесь реношный Восьмиклоп Столкнулся с такой проблемой Что нижняя звездочка ГРМ Она прикисла Очень сильно Заржавела На коленвала Посадочное место И долгое время Провозился Выдумывая Специальные съемники Пришлось Делать из подручных Материалов Сейчас я его покажу Спрессовал И теперь Задача заменить Сальник Поменять наконечник И отправить на развод Как я уже говорил Получается Это звездочка ГРМ Которая Как видишь Покрылась Изнутри Ржавчина Соответственно Она как бы Там прикисла Планкой Она упиралась Именно в болт Каленвала И этими болтами Я подкручивал И получается Выпрессовываясь За эту как бы Работу я еще попросил Дополнительно Полтора часа Дальше мы меняем Получается Сальник Каленвала Собираем Замываем И отправляем Дальше кататься Так У нас значит Получается Оригинальный сальник Соответственно Вот с этой Белой оправкой Белая оправка Она служит Как направляющая Для того Чтобы вот эту Юбку сальника Так как она Как бы Может легко Залупиться Соответственно За какие-то Вот Ну В данном случае За вот Втулку насоса По вот этой Белой втулке Ты уже Его туда Запрессовываешь Так Анвар Скажи Нужно ли После замены Этого сальника Ждать какое-то время Пока он там Осядет Или что-то С не произойдет Просто И такое Бытует мнение Что когда ты Меняешь Вот этот сальник Такого типа Как в инструкции Написано По крайней мере У мерседесовцев Что ты его меняешь И по инструкции Ты должен Три-четыре часа Выждать Не заводя автомобиль Ну Выжидать Что-нибудь Выжидать Не надо А вот То что ты Без Я пока Направляшки Вбил сальник Вот это Это ошибка Направляшка У меня есть Вот она Ошибку исправлю Установлено Идеально Установлено Идеально Ну короче Ты не слышал О том Нет Не бытует Такого мнения Преноме У нас на Peugeot Ситроенах Тоже куча Таких сальников И мы Как бы Ну Сразу Меняешь Заводишь И едешь И никаких проблем Нет Скотч Брайт Называется Эта штука Фрезерную Получается Все чисто Можно ставить Ремень По меткам Метка На коленвале Получается И метка На Распредвале Смотри Снизу мы поставили Сверху Мы получается Тоже поставили То есть На ремне У нас Метки Сошлись Со шкивами Натягивать Ремень И собирать Все это В кучу Тут обычно Нарисована Стрелка Которая Говорит О направлении Натяжения Здесь Как На всех Против часовой Поэтому Будем натягивать Ролик Против часовой Стрелки В принципе Здесь видно Как раз В удобном месте Находится Натягиваешь Его против Часовой Стрелки Соответственно Нужно Чтобы совместились Эти две метки Когда они Совмещаются Значит Что Натяжение То Которое Должно Быть Которое Нужно Оп Нахватил Немножко Пиццы Без повода Что удивительно Пицца Без повода В ремзоне Это Удивительно Обычно Это происходит На какие-то Дни рождения Рождение Детей Все Какое Работаем Дальше Ставим Ремень Генератора Соответственно Здесь Только Он На генератор Со Шкила Клин Поэтому Одеваем Его На генератор Генератор Отдели Соответственно Натягиваем На шкид И видим Что У нас Тут Как бы Это Не Подходит По размеру Генератор Мы сравниваем Что нам Вообще В принципе На складе Дали Здесь Мы Видим 6 ПК 08 43 Это Его Длина На старом Ремне Мы Видим Другие Значения Здесь 6 ПК 836 Соответственно Нас Этот вариант Не устраивает И мы Его Возвращаем И идем Получать Другой Более Короткий Ремень Так Но Спустя Долгие Ожидания Мы Добились Нужных Цифр 6 ПК 836 Нам Пытались Впарить Бош Какой-то 841 Но Он Не Намного Отличается От 843 Наверное Но Фирма К сожалению Реальне Вот Посмотрите На его Исполнение То есть Киром Накрасили Где-то В гараже Не знаю Насчет Его Качества Конечно Но У нас Выбора Нет Поэтому Будем Ставить Этот Так Ну Опять Нет Опять 836 Вроде Те же Те же Цифры 6 ПК Но Вот Это Вообще Никуда Не годится Сейчас Ради Примера Сразу Подкинем Его Старый Гремень Да Короче Я поставил Старый Ремень Я не знаю Натяжение У него Вообще Никакое Если честно Понятно Что это Дело Крутит Только Генератор В принципе Там Особо Нагрузки Конечно Нету С генератора Но Честно Честно Говоря Очень Смущает Такое Натяжение Никуда Такое Натяжение Не годится Не годится Даже Для Генератора Хотя Он Здесь Стоял И Он В принципе Не так Много Звуков Издавал Как Сейчас Спустя Еще Полчаса Или 40 Минут Мы Добились Еще Одного Ремня 831 EL То Есть Типа Он Еще И Там Натягивается Растягивается Эластичный Грубо Говоря К Нему Какие-то Ненужные На мой Загрузки Способления Но Нам Это Не Пригодится Разница В принципе Видна Что Этот Все Так Чуть Чуть Покороче LYNX Причем Этот Линк Я Так Он Понял Что Подобран Уже Просто По Цифрам Именно Покороче Плюс Эластичный Сколько Это Работать Но Насчет Того Что Он Покороче Это И так Явно Так Просто Его Уже Не Надеть Поэтому Можно Конечно Попытаться Одеть Шкиф А потом Уже Натянуть На него Ремень Так В общем Ремень На базе По Натяжению В принципе В допуске Конечно Сильно Натянут Но В принципе Нормально Цифра У него 831 Насколько Я помню Были И он Эластичный Что Говорит О том Что В принципе Он Как раз Для таких Моторов И создан Чтобы Он Растягивался Самым И натягивался То есть Без Дополнительных Натяжителей Натягивался Давай Заводим Погазовый Погазовый Ну все Прекрасно Тут Соответственно Мы все Замыли Наконечник Тоже Поменяли Осталось Отправить Машину На развал И В принципе Все Итак Инфопаларгус Получается Вы поменяли Масло Воздушный Салонный Лампочка Щетки Основное Это был Ремень ГРМ Из-за того Что Тек сальник Получается Течь Мы устранили Ремень Мы поменяли Добавили Немножко Слицарки Полтора Часа За то Что Там Звездочка Немножечко Закисло Вот В общем И целом Получилось 7 С копейками Почти 8 Норма часов Если Переводить Это в деньги То Это Примерно Три с половиной Четыре тысячи Рублей Я получил С этой машины Сейчас 12 часов Я пришел В 9 Мне надо было Закончить По сути Поставить Ремень И Это все Растянулось Вот на 3 часа Хотя Я рассчитывал Что это Максимум Час Будет Вот Но получилось Как получилось Всегда Получается Не так Как ты Думаешь Так что Первую машину Мы доделали Теперь Будем ждать Что заедет Следующая Что Следующий Автомобиль У нас Это Infinity FX Клиент Жалуется На то Что Недавно Он менял Радиаторы Не у нас Видно Что радиатор Мениный И В общем У него Получается Разгерметизировалась Система Кондиционирования Где-то Вот в этом месте Он грешит На том Что это Вот тот Быстросъем Что он Разъединился Мы сейчас Будем Это Проверять Подключив Аппарат К магистрали Мы видим Что здесь Ноль Что здесь Ноль То есть Давление Там нету Вакуум Соответственно Тоже Мы Сейчас Попробуем 100 Грамм Запульнуть И посмотреть Откуда Будет Выдувать Так Здесь Вот Смотрим Слышно Что шипит Но пока Не понятно Откуда Так Ничто При разборе Стало Видно Что Да Действительно Вот этот Быстросъем Разобрался Разобрался Он по каким-то Причинам Наверное И плюс Здесь Видно Что тут Уже Кто-то Пытался Что-то Сделать Фиксировать Или Еще Что-то То ли Отверткой Или Еще Чем-то Тут Все Вот Эти Грани Деформированы Не знаю Получится Или Это Все Собрать Назад Будем Сейчас Думать Смотреть Но Прям Отсюда Будет Случно Вот Так Вот Резинки Видно Что Поврежденные Это Точно Ну В общем Надо Попробовать Подобрать Резинки И Попытаться Чтобы Это Все Защелкнулось Но Не Факт Что Это Все Не Расщелкнется Вновь Ну Что Из Всего Этого Многообразия Резиночек Я В принципе Какие Подобрал Вот Моя Подобрал Три Разных Типа Вот Это Прям Хорошо Подходит Она Как Раз Для Системы Кондиционирования Ну Блин Здесь Выбор Конечно Невелик Поэтому Я Буду Пробовать Вот Этот Вариант Конечно Еще Конечно Вариант Посмотреть В Оригинальном Каталоге Какого Размера Эта Резинка И Соответственно Здесь Уже Подобрать Здесь Написаны Размеры Чтобы Визуально Не Подбирать Можно Подобрать Именно По Цифрам По Размерам Ну Не Совсем Плотно Они Конечно Здесь Стоят Болтаются Но И Старая Как Было Так Одна Резинка Зашла На Сам Деле Я Начал Вставлять И Потом Решил Дернуть Вторую Она Тоже Была Не Вставлена Судя Судя Сему Когда Меняли Радиатор Снимали Возможно Эти Трубки И Обратно У них Не Получилось Их Засунуть И Они Грубо Говоря Просто Здесь Были Всунуты И Все Никак Не Фиксировались Так Все Поменялось У клиента Была Трубка Оказывается И Радиатор Менялись Заменой Трубок Китайских Непонятно Зачем Это Сделано Было Конечно Лучше Поставили Оригинал Просто Открутили Бо От Радиатора И Все Не Понимаю В чем Была Сложность Ну Да Ладно Здесь Хотя Бо Завальцовка В Нормальном Состоянии Что Как раз Так Я думаю Там Защелкнется Поэтому Мы Сейчас Будем Менять Эту Трубку И Попробуем Защелкнуть Ее Вновь Так Вот Как Устроено Это Быстросъемное Крепление На Трубке То Есть Там Пружина Внутри То С той Стороны Там Получается Ровная Завальцовка И Пружина Упираясь В ровную Завальцовку Запускает В себя Трубку Грубо говоря Обратно Так Как Здесь Конус Пружина Получается Прижимается К трубке И Цепляется За Завальцовку Которая На Ответной Трубке Соответственно И ее Не Выпускает Наша Задача Это Сейчас Трубку Которую Мы Поменяли Засунуть Так Чтобы Она Чтобы Эта Пружинка Очутилась На Завальцовке Обратно Этой Трубке Ну В общем Грубо говоря Сунуть За Пружинку Трубку Сейчас Будем Этим Заниматься Так Ну все В общем Установлено Значит Закреплено Все Защелкнулись Все Отлично Стало В принципе В штатное Место Здесь Защелкнулось Довольно Таки Просто Закачаем Давление Посмотрим Будет ли Сечь Так У нас Получается Что Тед Прошел Давление В минусе Не в вакуум Вакуум В минусе Это значит Хорошо Что вакуум Держит Пошла Загрузка Газа Смотрим Здесь Все Держится Ничего Не шипит Все Можно Отсоединять В принципе Я думаю Что на этом Все Следующий Автомобиль Мазда 3 С жалобой На гул Написано В причине Обращения Передний Левый Подшипник Разрушился Посмотрим Насколько Он Разрушился Видно Что Подшипник Разрушился Действительно Колесо Болтается Сильно Второй Подшипник Тоже Гудит И люфтит Наконечник Тоже Разбит Датчики Болтаются Что стоит Одна Только Вот Эта Паутина Из Шлангов Проводов По задней Подвеске Не так Все плохо Но тут В принципе Особо Шаровых Соединений Нет И люфтить Особо Нечем Резинки Которые Здесь Постоянно Трескаются Там Вылазят Это Как бы Я уже Молчу Ну Здесь В принципе Еще По-божески Здесь Когда-то Что-то Кто-то Чем-то Занимался Видимо И Соленблоки В принципе Более-менее Поэтому Жопу Мы Оставим Отдельное Внимание Конечно Креплением Глушителя Потрясающий Болтовар Болтосвар Там Как Называется Причем С другой Стороны Дырка Здесь Неплохо Неплохо Насрали Так Насрали Конечно Так Ну что Как я и говорил На Мазду Согласовали Только Один Подшипник Который Развалился По мнению Владельцев На остальное Как сказали Бюджета Нет Соответственно Видим Да Фирма Какая Отряда Надеемся Что это Сейчас Сюда Встанет Без Каких-либо Проблем И самое Главное Не Вывалится Потому Что Здесь Насколько Я помню Без Стопора Сажается То есть Ступица С подшипником Прям в кулак Запрессовывается Без С этих Стопоров Так Ну Подшипник На самом деле Настолько Умерший Что он Даже Не крутится То есть Все Это Максимально Вот Ну Зачищаем Мажем Собираем Устанавливаем На автомобиль И все Тут Как бы Ничего Интересного Обычный Ford Focus Mazda Все Одно и то же Соответственно Запрессовывается Это Без Топоров Упирается Вот туда В кулак И Все Я надеюсь Что здесь Размерами угадали И все Запрессуется И Потом Во время Движения Это Не вывалится Как Иногда Бывает Но Бывает Так Иногда О Китайские Подшипники Я надеюсь Сдюжат И еще Надо Обязательно Зафиксировать Фотофиксации Или предупредить Клиента О том Что Здесь Скорее всего Были ремонты В этом проводе И Потом Как бы Не получилось Так После замены Подшипника Вдруг Загорелся АБС Вдруг Здесь Не бывает Вдруг Здесь Уже Был Его Уже Исправили Заизолировали Я Как бы Его Тут Снимал Дергал Да То есть Могло Что-то Там Произойти И Цепь Разомкнется Соответственно После ремонта Будет Жалоба Что Загорелся АБС Такого Не было Мы Это Фиксируем Устанавливаем Предупреждаем О том Что Здесь Был Ремонт И Не проминается Как Вот Это Жидкое Говно Вот Не получается Да Все Оригинальный Идет С кронштейном Совсем Только Два болта Прикрутил Датчик Накинул И все Вот Неоригинальный Без всего Без всего Оригинальный 17 рублей Стоит Это Два С половиной Ооо Сюда Приехать Надо Повезить По грязи Да Как же Без этого То есть Мне вот Туда Вот Надо Нырнуть Вот Через Вот Да Ну Вдруг Датчик Перестал Работать Странно Ну Естественно Без обеда Тоже Никуда А пока У нас Обеденный Перерыв Вот Так Сяды А пока У нас Так Обеденный Перерыв Подведем Подсчет По Infinity По Infinity Получилось 3 И 4 Норма Часа Что В рублях Примерно Полторы Тире Две Тысячи Рублей По Мазде Получилась Замена Подшипника 1.8 И Диагностику Которую Клиент Не оплачивает Но Станция Оплатит Мне Еще 0.5 Получилось 2.3 Норма Часа 2.3 Норма Часа В рублях Это Где-то Тоже 1000-1300 Этот день Скажем так Нельзя назвать Прям Продуктивным Честно говоря Потому что Как-то Не пошел Ремонт Во-первых С Ларгуса Все началось Как-то Не пошло Остальные Автомобили Какие-то Не очень Плюс С записью Этого Видео Пока Ты Сфоткаешь Телеграм Выставишь Фотки Пока Ты Запишешь Видео Короче Это Все Очень Надолго Поэтому Туда-сюда День Можно Сказать Непродуктивный Но Еще Не вечер Еще В принципе Может Заехать Какой-то Жирненький Автомобиль Который Можно Хапнуть Скажем так И На завтра Его и Оставить Но По записи Там В принципе Уже Все Поэтому Посидим Подождем Пока Что Покушаем Приятного аппетита Если кто Еще Кушает Посмотрим Что Будет Дальше Следующий Автомобиль У нас Видимо Октавия Вернувшись С обеда Я увидел Что тут Мой ученик Уже Разбирает Что-то Судя Посему На колодке Так Но С этой Стороны Колодки Тоже Кончились Выработка На диске Довольно Таки Большая Не Критичная Но Большая Поэтому Мы Предложим Клиенту Заменить Так Но Внутренняя Колодка Наружная Тоже Подзамен Соответственно И диск Диск Второй Здесь Выработка Дело Тоже Надо Менять Шкоде Октавии Мы Меняем Только Передние Колодки На Все Остальное Клиент Отказался Сказал Потом Поменит Потом Так Потом Колодки Значит Колодки Инструкцию Изучил Нормально Можно Ставить Так Ну что Подведем В принципе Этот день Этот день Был Если честно Не очень По работе Да Работа Была Так Себе Не особо Прибыльная Ее было Не так Много Поэтому По деньгам Получилось Где-то В районе 3000 За смену Если Плюсануть Ларгус Сам Ларгус Еще 3500 Ну не знаю Плясовать Его Или нет Решайте Сами По Движухе Сервиса Мне кажется Не раскрыл Я немножечко Эту тему Да Потому что Больше Было Все-таки Какие-то Рабочие Моменты Поэтому С этим Еще поработаем Но Все равно Всем спасибо Кто досмотрел У нас в Питере Как бы вот За этот день Навалило снега Очень Много Все Всем Покеда